На улице Сабан народному гневу нет предела. Возмущаются люди, где это видно, чтобы на официально закрытом кладбище тайком хоронили усопших. Отсутствие бирки с номером явный признак того, что захоронение незаконное. Местные жители вспоминают, что за неделю до происшествия в этой части кладбища были замечены женщины с мужчиной. Они явно что-то искали. А в полдень 30 апреля к ограде подошла траурная процессия с гробом. 300 метров, да. Кладбище можно там расположить 300 метров от ближайших домов, от жилого массива. Этих нор где тут 300 метров? Это же не один наш дом. Мы хотим, чтобы пусть перезахоронивают. Жильцы многоэтажки на Сабан 1А уже начали сбор подписей под жалобами во все инстанции. Окольное кладбище, то есть расположенное по соседству от улицы Окольной, появилось в 20-е годы. Во время Великой Отечественной войны здесь хоронили бойцов, которые проходили лечение в казанских госпиталях и скончались от ран и болезней. Последние захоронения здесь датируются, судя по надгробным плитам, 68-м годом. А вот на некоторых могильных крестах даты уже не читаются. Как заявили в городском управлении по организации ритуальных услуг, захоронение 54-летней женщины на кладбище Окольное незаконное, потому что разрешение на погребение не давалось. Здесь вообще запрещено хоронить с конца 60-х годов. Нет, 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 уже давно. Мы уже ограду наставили. Дальше было же кладбище, это уже сжали все. От этого кладбища уже, наверное, треть осталось. А чтобы узнать, нет ли у всей этой похоронной истории криминального оттенка, исполком Казань обратился за помощью в отдел полиции Московский. Подавалось ли родственникам усопшие свидетельства о смерти, в ЗАГСе давать информацию отказались. Потому как это является разглашением персональных данных. К тому же пока непонятно, будет ли тело умершей перезахоронено на другом городском кладбище Казани. Елена Горбунчикова, Сергей Токоленко и Роман Фенин. Телеканал Эфир.